МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном. Закатали деньги в асфальт. Прокуратура наказала чиновников за нарушения при ремонте городских дорог. На верность отчизне лицеисты кадетского класса поклялись преданности Родине и пообещали воспитывать в себе лучшие человеческие качества. В Муравленко разыграли награды 24-го чемпионата Ямала по пауэрлифтингу. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о более широком использовании государственных символов. Искажу из того, что более широкое их применение, во всяком случае, в учебных заведениях, будет способствовать воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколения. Будет возвращать наших граждан при прослушивании гимна и поднятии государственного флага не только к самим символам, но и к патриотическим чувствам, отметил глава государства. А вот как отнеслись к идее Владимира Путина муравленковцы. В принципе, я считаю, что, наверное, неплохо было бы. Потому что мало кто знает гимн, мало кто знает вообще законов. Как относимся? Положительно отношусь. А что вернули действительно тот гимн, который должен быть. Старый гимн, люди, наш народ, привычный к этому гимну уже. Старого образца, как он был. Символика тоже, оно как было российское, так и вернулось. Была российская именно символика. Именно вот двухглавый орел, который смотрит и на запад, и на восток, и оберегает нашу родину. Мы же не можем как бы на каждом доме как-то символизировать наше государство. Хотя это тоже хорошо. Мне кажется, достаточно широко. Потому что и дети, и взрослые вполне осведомлены. И только приветствуется, конечно, это все. Даже без понятия. Не могу ответить. Раз президент решил, значит, так и надо. Трое сотрудников Управления коммунального заказа привлечены к дисциплинарной ответственности. Поводом для наказания послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой города. По ее итогам выяснилось, что в апреле 2013 года Управление коммунального заказа заключило муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки дорожного покрытия. Подрядчик выполнил условия договора в мае и июне 2013 года. А уже в июле и сентябре на свежую разметку дорожники уложили новый асфальт. В результате почти 90 тысяч рублей были потрачены впустую. Кроме этого всплыл еще ряд нарушений, допущенных при проведении ремонта городских автодорог. На протяжении месяца у нас на автоподъезд к городу номер 2 по улице Стравителей имелись существенные нарушения, дефекты дорожного покрытия в виде проломов и разломов дорожных одежд, которые способны спровоцировать аварию, в том числе и негативно влияют на состояние автотранспортных средств. На протяжении месяца муравленковские пожарные проводили профилактическую операцию «Жилье». И вот накануне в ходе пресс-конференции были подведены ее итоги. Подробности у Эрнеста Бавшина. Главная цель профилактической операции – не допустить пожара в жилом фонде, особенно в домах деревянного исполнения. За один месяц сотрудники отдела надзорной деятельности обследовали 148 жилых домов и 14 общежитий. Более тысячи человек прошли противопожарные инструктажи. Основные моменты уделялись по обследованию жилых домов следующим моментом. Это состояние подъездных путей, а также подъездных путей к пожарным гидрантам, состояние межсвайного пространства жилых домов, а также чердогов, и на предмет наличия в них различных кладовок, подсобных помещений, которые у нас, как мы знаем, любят приспосабливать граждане. Особое внимание в ходе рейдовых мероприятий сотрудники пожарной охраны уделяли квартирам, где проживают люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Таких на учете числится 37 квартир, было проверено 16. Конечно же, тяжело контактировать с данной категорией граждан. Действительно, допустим, там вот у нас 37 мест таких на учете состоит. Это причем по спискам, которые нам предоставляют сотрудники МВД города Муравленко. Работа с ними ведется очень тяжело, так как действительно тяжело их заставить в домах. А зачастую даже бывает, то есть люди пребывают у себя в квартирах, просто-напросто даже не открывают нам двери. Причем том, что участвуем мы в рейде с сотрудниками полиции. То есть даже полиция их тоже, в том числе, не пугает. За время проведения операции «Жильек» административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено 5 человек. Сумма штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. Отметим, что за последний месяц в городе произошло 3 пожара. Два по причине курения в неустановленном месте. В одном случае горела расселенная деревяшка по адресу Школьная, 18. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Сотрудники Министерства внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. В Доме культуры Украина прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Прежде чем на сцену начали выходить творческие коллективы города, стражи правопорядка поздравили с праздником руководства ОМВД, прокуратуры, представителей администрации города и депутатского корпуса. Наиболее отличившимся сотрудникам полиции были вручены посчетные грамоты и благодарности окружного и муниципального уровней. От себя лично хотел бы вас поблагодарить за тот склад, который вы внесли в охрану общественного порядка, в развитие отдела Министерства внутренних дел, в Российской Федерации. Потому что каждый день мы с вами, заступая на охрану общественного порядка, не знаем, чем закончится этот день. Дай бог, чтобы у всех вас, как говорится, в жизни все сложилось так, как вы запланировали. Ну и самое главное, конечно, это здоровье, благолетие, ну и службы на благо Родины. В конце прошлой недели в армию отправилась первая партия муравленковских призывников. В нее вошли шестеро юношей. Всего же, как сообщили в городском военном комиссариате, в течение прошлой недели в армию отправились более 20 муравленковцев. На автобусе новобранцев отвезли на окружной сборный пункт в Ноябрьск. Там им предстоит провести ближайшие три дня. Затем их распределят в воинские части. И уже с этого времени призывники официально станут военнослужащими. Я всем желаю солдатской удачи. Все остальное, значит, я бы сегодня от себя лично, от лица военнослужащих в запасу, да, поздравляю вас. Я думаю, что все пройдет хорошо. Год службы – это немного. Новая смена учащихся оборонно-спортивного класса многопрофильного лицея присягнула на верность отчизне. В пятницу состоялось торжественное посвящение молодых людей в кадеты. Виновников торжества поздравили со знаменательным событием представители власти, сферы образования, духовенства и казачества. За происходящим следила и наша съемочная группа. Кадетскому движению Муравленко 18 лет. За это время сотни молодых людей избрали путь служения Отечеству на военном поприще. Каждый год клятву честно служить своей стране приносят новые кадеты. И эта традиция по-прежнему торжественна и волнительна, как для новоиспеченных воинов, так и для их близких. 17 лицеистов стали кадетами в нынешнем году. Вот эти самые запоминающиеся моменты церемонии посвящения. Верно и самотвежно китают себя в службе Родины. Клянусь! Клянусь! Быть честным и верным товарищем. Клянусь! Клянусь! Быть офисом в учебе и поведении. Клянусь! Клянусь! Воспитывать свои лучшие человеческие качества. Клянусь! Клянусь! В нынешнем году в оборонно-спортивный профиль лицея был жесткий отбор. Престиж военной службы повышается. Поэтому растут и требования к претендентам. Помимо хороших физических данных, будущий кадет должен обладать устойчивой психикой и высоким интеллектом. Флаг кадетского класса! Ирина! Для Рафилла Шайбакова это четвертая смена воспитанников. Его первые выпускники уже заканчивают высшее военное училище. Я рад, что наш труд просто так не прошел для них бесследно. То есть в этом году уже первые? Да, первые выпускники будут. Правоохранительные органы и также вооруженные силы. Кто-то сюда вернется, в город? В город? Да, я знаю. Денис Воробей хотел вернуться после окончания, но в следственный комитет хотел идти работать. Мы посмотрим. После церемонии посвящения в актовом зале лицея состоялась встреча кадетов с главой администрации Александром Подорогой. Разговор шел о патриотизме. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В администрации города перед началом еженедельного оперативного совещания прошла церемония награждения жителей Муравленко. Заслуженные награды получили те люди, кто отсутствовал в городе в сентябре, когда отмечался День города и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Среди награжденных 10 сотрудников «Газпромнефть» Муравленко. В знак признания их заслуг перед округом, городом и за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли им вручили награды от губернатора, законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и администрации Муравленко. Победой сборной Ноябрьска завершился чемпионат Ямала по пауэрлифтингу. Хозяевам турнира муравленковцам достался кубок за второе место. Евгений Дегтяренко расскажет подробнее. «Чемпионат Ямала проводится уже в 24-й раз. В нынешнем году он собрал без малого 70 спортсменов из шести муниципалитетов округа». Соревнования продлились три завершающих дня недели. В первый день сражались представители легких весовой категории девушки. Во второй день награды разыграли атлеты средних категорий спортсмены-инвалиды. Самое интересное, организаторы турнира припасли на воскресный день. Закрывали чемпионат выхода на помост представителей тяжелых весовых категорий. Именно тогда и решалась судьба главного трофея соревнований – кубка за первое место в общекомандном зачете. Основная борьба, как уже не раз здесь бывало, разгорелась между сборными двух соседних городов – Ноябрьской и Муравленко. В составах обеих команд сильнейшие спортсмены не только Ямала, но и всей России. Ноябрьский супертержеловес Иван Горячев, выступавший в весовой категории более 120 килограммов, месяц назад он стал победителем Кубка России. И Муравленко, естественно, приехал только за наградой высшей пробы. Мы привыкли здесь выступать, это уже наши родные соревнования, скажем так. Даже человеку с таким титулом, как первое место на Кубке России, все равно… Интересно и всегда хочется выступать здесь. В итоге лидер Ноябрьской сборной без проблем переиграл соперников и стал победителем в своей весовой категории. Если результаты Ивана Горячева были предсказуемы и сомнений не вызывали, то выход на помост мастера спорта международного класса муравленковца Александра Иваницкого оказался сюрпризом для поклонников ямальского пауэрлифтинга. До начала турнира он и не помышлял об участии, еще сказывалась полученная весной серьезная травма руки. К тому же муравленковец являлся главным судьей соревнований, эта должность, как правило, не подразумевает такой двойственности ролей. Атмосфера азарта все же взяла свое, и главный судья оказался в числе участников, благо другие команды возражать против лишней конкуренции не стали. Даже выступая не в полную силу, Александр Иваницкий сумел стать чемпионом весовой категории 105 килограммов. Впрочем, муравленковцев для победы в общекомандном зачете этого все равно оказалось мало. Победила сборная Ноябрьска, при том, что выступали гости отнюдь не в самых благоприятных условиях. Да, экстремальные условия, потому что, например, губкинская команда с Ноябрьска, они каждый день ездили туда-обратно. Привозили состав участников, которые выступают в тот же день, и вечером их увозили, на следующий день других уже привозили. И как бы получается, что на парад открытия сейчас выйдут не все, потому мы их награждали весовой категорией все, именно после их выступления. Муравленковцы довольствовались старым местом третьего сборной Тазовского района. Юген Дегтяренко, Вадим Брачек, новости нашего города. Отражение. Под таким названием в городском эколого-краеведческом музее открылась персональная выставка Люции Султановой, преподавателя детской художественной школы. Это уже пятая выставка художницы. В данной экспозиции, которая носит камерный характер, 25 художественных работ маслом на холсте. В основном это пейзажи. Отдельно представлено декоративно-прикладное творчество воспитанников Люции Султановой. Изделия из бисера, глины и сукна. Педагогическая деятельность – важная составляющая профессионального мастерства Люции. Художник рождается несколько раз, когда познает себя сам художником, когда получает признание коллег и когда у него появляются ученики, говорят профессионалы. Когда спрашивают, вы мечтали ли стать учителем ИЗО или вообще художником, я такого сразу мне отдачу. Я вообще не думала, что учителем, тем более в художественной школе буду работать. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. А подробную информацию о том, что произошло в городе и регионе в последние часы, вы всегда сможете узнать на сайте события Муравленко. Ресурс также доступен по адресу muravlenko.rf. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 12 ноября в Салихарде минус 1, ветер западный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 1 градус мороза, западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 12 ноября минус 1, ветер западный до 3 метров в секунду.